большинство компаний которые производят систему чип они предлагают некое готовое решение даже пускай пускай на базе открытых операционных систем но они заворачивают свои наработки бинарные так называемые то есть это по сути модуль собранный безысходный то есть они его собрали отдали как есть безысходных ходов найти пользуйтесь в общем-то это очень сильно ограничивает вообще если мы хотим делать серьезные кито устройство их не хотим поддерживать продолжать поддерживать работать с ними конечно очень сильно ограничен то есть для нас по сути такие устройства они во первых является часть этого года по сути черным ящиком является тут же еще то что у некоторых устройств встроенные еще встроенные получается контроллеры которые микро контроллеры которые требуют собственно некой внутренней прошивки которая которая зашифрована которая в том виде в котором ее создал там значит сам этот чипмейкер и для нас на тем более выглядит черным ящиком конечно работать с такими системами не хочется в общем когда речь идет о поддержке в работе с железом нужна в первую очередь конечно документация именно документация на чип описания таташиты регистры это в первую очередь потому что по сути от этого зависит во первых качество кода на выходе будет ну еще не очень немаловажный фактор конечно то что большую часть кода пишут китайцы но я конечно не расист вот собственно говоря я не знаю с чем это связано наверное в общем-то с менталитетом с языком вероятно потому что пока там с иероглиф переведешь вот проблема в чем значит проблема выбора такого значит вендора чипмейкера который бы давал как можно больше информации как можно больше свободы для того чтобы поддерживать свой устройство к сожалению с этим плохо в общем то вот совсем плохо до более менее то есть мы в принципе прекрасно знаем что получить там исходные кадры братком исходных на годы у реалтек это практически невозможно чем допустим обусловным выборами медиатек чем именно я занимался определенное время в чем был вызван интерес к этому потому что был доступ ну его тоже не просто так было получить но в общем то была возможность получить именно подробное описание чипов подробное описание регистров подробное был и был исходный код не весь но он был вот конечно очень низкого качества очень низкого качества то работает с непосредственно железом то есть я если бы мы не были сдержаны да да можно было смело это поместить на говнокод.ру не побоюсь этого слова вот собственно говоря это все то что мы видим то что у нас есть к чему доступ вообще хороший код конечно точнее устройство с перспективной поддержки должно иметь именно аппаратные блоки которые должен конечно полностью прозрачен но к сожалению я почему сказал да китайцы но по сути у них вот есть такое выражение про и тонны то есть они его написали читать этот ход практически невозможно разбираться но и соответственно читать но может быть китайцы нормально читают это вряд ли это вряд ли потому что там многое есть конечно на эту тему дискуссий по поводу написание но мы подпишем стараемся писать книжек совсем не допустим и на текущий момент у нас по сути вот наша устройство которая сейчас мы выпускаем если конечно не считать модули связанных с телефони модули на которой внутренние прошивки у нас по сути сейчас весь все железо работает с прозрачным кодом ну во-первых нашим кодом который мы написали в общем и у нас осталось единственное из того что мы не можем написать по многим причинам это во первых вайлес то есть это конечно самое основное самое сложное самое большое почему потому что во первых это достаточно сложная сама по себе сам по себе стандарт он достаточно сложный чип очень сложная в плане реализации в железе описание для чипов к сожалению полного нет нет вообще наверно ни у кого в том числе медиатекла не дает но мы имеем хотя бы что-то в плане исходного кода и мы можем собрать отправить внести какие-то изменения собрать то что нам нужно если он не собирается внести изменения сделать так чтобы собиралась это да конечно проблема но мы к сожалению вынуждены именно иметь дело вот с таким ходом и постоянно если возникают какие-то проблемы то что мы можем конечно сделать мы делаем своими силами но есть некоторые вещи которые конечно можно потратить очень много времени на то чтобы найти причину разобрать в чем причина пример привести что есть сигнальный модуль который по сути формирует по сути пакеты формате 82.11 сигнальный модуль содержит блок огромный регистров если берешь считаешь изменения по ходу допустим поправили там была там не работа там с устройством по сути один бит поменяли заработала что поменяли то есть описание нет мы можем только догадываться поэтому конечно все сделать не можем здесь естественно что нам остается конечно нужно обязательно обратная связь с чипмейкером конечно желательно быть с инженерами непосредственно которые занимаются разработкой потому что от них какие-то вменяемые данные можно получить поддержки к сожалению мы все знаем что с поддержки в общем-то не кроме там ответов что там это все ждите собственно говоря мы не можем или допустим нас возникает какие-то вопросы к сожалению получить прямого контакта именно с инженерами которые непосредственно занимались проектирование чипа то есть как узнать какие-то особенности у нас такой возможности на это нам конечно не помешало вообще обычно фирма фирмы чипмейкеры которые делают особенно соки у них особенно это делается сок да из кучи эпикоров ну где-то как раз процессору то чем сложнее система тем больше в ней бау 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 железная на кайфорезная должна быть список официально поддерживаемый список и рад который мы можем не только документацию на процессе но еще и рады которые говорят что вот это вот на самом деле имеют это какую-то особенность потому что такие компании как там например Texas Instruments они такие вещи поддерживают в своих соках то есть можно официально зайти даже не не требуется там каких-то авторизаций для того чтобы зайти и скачать рак список рак у них в вайфай или вайфай точно также чей-то вайфай точно также имеет и рад здесь здесь не идет конечно речь о вайфай это сложная что-то получается что если рад нету тогда рад откуда рождается в их внутренности есть отдел тестирования который тестирует чипы если этого нету в самом медиатеке есть конечно есть мы просто не имеем к этому доступ это естественно все есть это просто странно это не ну это как-то странно всех сторон нет конечно у них вообще-то у них наверняка есть значит список там компаний которые могут там получать более такую глубокую поддержку там ходить опять же бета-тестер то есть они рассылают предварительная конверсия драйверов мы допустим пока не может получить мы по сути только то что они раздают всем